Добрый день, господин Го. Добрый день. Го Лэй, ректор Пекинской Академии Танца. Расскажите, как менялась культура балета и балетных школ в Китае в 20 веке? На самом деле, китайская балетная школа во второй половине 20 века, а именно в 50-е годы, получила очень большую поддержку и влияние со стороны Советского Союза, со стороны вашей балетной школы. В 1954 году в Пекине была основана первая школа балетного танца. Спустя 20 лет ее переименовали в Пекинскую Академию Танца. Создавать эту школу в Китае помогали советские балетмейстеры. Педагог и хореограф Петр Андреевич Гусев в 1954 году приехал в Китай. Он занимался с китайскими танцорами и поставил у нас балет «Лебединое озеро». Основных направлений танцевального искусства было всего два. Первое – традиционный танец. Второе – соединение традиционной китайской оперы «Си Цюи» и элементов древнего китайского боевого искусства «Ушу», которое часто применяется в хореографии. Поэтому на сегодняшний день история китайского балета насчитывает уже 65 лет. И в настоящий момент у нас в Академии трехуровневая система подготовки студентов. Такая сильная система сложилась как раз за эти 65 лет. В 1954 году мы запустили два направления обучения – классический балет и национальный китайский балет. А сейчас у нас порядка десяти различных направлений, которые мы развиваем. Это и современный танец, и традиционный китайский танец, и многое другое. Количество дисциплин постепенно увеличивается. Пекинская Академия танца непрерывно совершенствуется. Во многом наши сегодняшние успехи обязаны той помощи, которую оказывали нам советские и российские балетмейстеры. Мы понимаем, что китайская балетная школа неразрывно связана с русской. Считается, что в мире две самые сильные балетные школы – это Франция и Россия. А почему китай сблизился в балете именно с Россией? Неужели только политические причины? Политическую подоплеку в этом вопросе мы, конечно, не можем исключать. Просто по той причине, что новый Китай был основан в 1949 году. И в формировании нового Китая очень активное участие принимал Советский Союз. Культурное, экономическое и прочее влияние со стороны СССР в те годы действительно было очень сильным. Но вы упомянули только два государства – Россию, в смысле Советский Союз, и Францию. На самом деле мы знаем о балетных школах в Англии. Широко популярен сейчас итальянский балет. И китайская школа балета до настоящего времени занималась тем, что понемногу впитывала в себя элементы из основных балетных школ мира. Ходят легенды, что в китайских балетных школах самый жесткий отбор. Это правда? Какими качествами должен обладать студент, чтобы быть зачисленным, например, в Пекинскую академию танца? Да, так и есть. На самом деле у нас профессиональные балетные танцоры проходят очень жесткий отбор. Это отбор как психологический, так и физический. Потому что если у балерины, например, плохо развита стопа, она просто не сделает нужные движения. Это очень важно. Повторюсь, основные параметры, по которым мы выбираем танцоров, это их профессиональные, в том числе физиологические и моральные качества кандидатов. На самом деле интерес к танцам, в том числе к балету, в Китае сейчас очень высок. Многие дети мечтают танцевать. И согласно неофициальной статистике, сегодня в КНР балетом занимаются порядка 200 миллионов детей. Помимо этого в Китае есть система внешкольного образования, которая включает в себя самые разнообразные занятия для детей, в том числе и балет. И только в этой системе у нас занимаются приблизительно около 80 миллионов детей. В Китае есть все условия для того, чтобы дети занимались балетом и танцами. Это создает нам так называемый кадровый резерв, из которого мы впоследствии отбираем танцоров в профессиональные учебные заведения. Желающих действительно много, отсюда и строгие экзамены, и достаточно жесткий отбор. Такое большое количество желающих. А это правда, что в некоторых китайских балетных школах количество бюджетных мест исчисляется не в десятках и даже не в сотнях, а в тысячах? Да, это правда, но не совсем. Потому что согласно существующей китайской системе образования, эти студенты получают достаточно большую стипендию. То есть помощь выражается в выплате стипендий. А количество таких стипендий достаточно большое. Китайская Народная Республика в настоящий момент заинтересована в поиске и развитии и поддержании талантливых молодых людей, которые выбрали делом своей жизни танцевальное искусство. Система образования построена так, что часть средств за обучение студенты вносят сами. Но наиболее выдающимся, наиболее способным детям платят очень высокую стипендию. А в принципе стипендия платится всем в том или ином размере. Студенты китайских балетных школ еще с советских времен стремились попасть на учебу в Россию. А как сегодня налажено сотрудничество между Пекинской академией танца и российскими вузами? Надо сказать, что это сотрудничество началось задолго до нашей с вами встречи. Оно началось, как я уже говорил, в 1954 году. И сейчас у нас регулярно проводятся встречи, рабочие мероприятия. Мы постоянно находимся в поиске новых форм сотрудничества. Этот процесс непрерывен. Мы очень тесно сотрудничаем с Борисом Эйфманом. Различные творческие делегации часто приезжают из Китая в Россию, а из России в Китай. Мы надеемся, что Эйфман снова приедет в Пекинскую академию танца со своими мастер-классами и проведет занятия. А также мы очень надеемся, что в будущем наладится обмен студентами. Все решается на уровне государства. Это практически государственные проекты. Точно так же, как сотрудничество Китая с Академией художеств имени Репина, как с Академией русского балета имени Вагановой. Мы ищем новые пути взаимодействия. И мы хотели бы, чтобы в Китай приезжали не только студенты, но и преподаватели такого высокого уровня, как Борис Эйфман. Чтобы они принимали постоянное участие в наших мероприятиях. Мы к этому открыты. А на постоянной основе в китайских балетных вузах работают преподаватели из России? Преподаватели из России есть. Но, к сожалению, в силу разных причин российских преподавателей, которые работают постоянно в Китае, очень мало. Однако наши вузы часто приглашают на мастер-классы российских специалистов. И, кстати, не только из Санкт-Петербурга и Москвы. На краткосрочной основе преподавателей приезжает достаточно много. Вы сказали, не только из Москвы и Петербурга, значит, что и из регионов приезжают в Китай давать мастер-классы. Абсолютно верно. На китайских сценах ставят не только мировую классику, но и национальные балетные постановки. А расскажите, как сегодня сосуществуют классический танец и национальный балет? В 2019 году мы показываем в России балет «Лебединое озеро». Важно, что этот спектакль в той самой постановке Петра Гусева, то есть сохранена вся хореография 1954 года. Конечно, китайский балет отличается тем, что он обогащает классический балет некоторыми традиционными китайскими элементами. Однако, если говорить про «Лебединое озеро», то мы все-таки стараемся сохранить классическую канву, стараемся максимально донести оригинал до зрителя. Российский ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева известен во всем мире. А в Китае 56 национальностей, и, конечно, у каждой из них есть свой танцевальный коллектив. Это вполне закономерно. Но «Лебединое озеро» — это всемирное наследие, и изменять этот балет, добавлять национальный колорит — это не совсем правильно. Мы стараемся сохранить его в оригинальном виде. А национальный танец традиционный, вы совершенно правильно заметили, пользуется очень большой популярностью как в Китае, так и за его пределами. Но классический балет и национальный танец перекликаются редко. Они существуют параллельно, уважительно друг к другу, но независимо друг от друга. Спасибо большое, господин Го. Спасибо, что нашли для нас время. Будем надеяться, что культурный обмен между Россией и Китаем будет укрепляться, и все больше российских преподавателей будет приезжать в китайские балетные вузы. Большое спасибо. Вы совершенно правы. Культура и искусство наших стран должны как можно больше взаимодействовать.